друзья подписчики а также случайные зрители канала всем огромный привет с вами южин vlogs в общем у меня выдался на работе обеденный перерыв я решил чтобы время потратить с пользой записать для вас небольшое видео но вообще вы просите в последнее время больше видео по часовой тематике но я не могу видите все время записывать это самое часовые видео потому что вонючий кот приперся опять кыш отсюда вонючка не могу все время записывать часовые видео потому что у меня тематика канала вообще не часовая а я записываю видео без всякой тематики в общем все что происходит в жизни и ну пират но в чем блин дело ты уже блин заколупал чтобы это самое ну он вообще это невозможно с ним бороться это зараза какая-то блин когда он лежит хоть блин какое-то спокойствие вот но почему-то видите всего всей квартиры здоровой да ему вот место лежать именно там где я примастился тут где-то в углу ели еда на столе ему здесь надо как медом намазано хотя когда меня здесь нету так он все равно тусит там куда я иду в общем ближе к цели хотела вам рассказать про одну свою идею то есть она как бы видео ну немного и по часовой тематике но в основном более такое философское знаете о философии хобби о немного связано с поиском сокровищ в общем идея заключается она мне пришла в голову случайно вообще ну пока не понятно потому что у меня эта идея находится в стадии разработки но она у меня зародилась после покупки вот этих часов я вам их показывал в обзоре часовой коллекции вообще видите про секонд-хенд я узнал давно еще где-то лет пять-шесть назад ну я видите туда ходил редко и в основном там смотрел на рыбалку инструменты но началось все вообще с фототехники я вам объяснял что собираю коллекцию фототехники для себя но в основном объективов вот и как бы я ходил искать объективы ну так как объективы со временем выработались поиска ну то есть этот их становилось там все меньше и сложнее находить и цены повышались в общем в итоге как бы по объективам уже улова практически не было поэтому я ну там иногда какие-то другие вещи находил там технику бытовую я вам показывал вот но про часы видите я никогда не обращал внимание и вот это вот находка только с этого года я как-то случайно забрел часовой отдел но почему я не обращал внимание потому что там в основном всякое дерьмо там какие-то старые поломанные часы грязные да они там стоят копейки доллар там два там пять ну там десятка максимум вот и короче вот эти я увидел они стоили 799 вот на видео ну потому что качество 4к видно написано 14 карата gold биндэй биндэй это фирма американская которая производила корпуса для омеги вообще омеги они корпуса по моему даже сейчас не все сами производят но я не уверен но в старые времена они очень много корпусов заказывали у сторонних производителей то есть сша эти корпуса отливали им присылали они туда ставили как бы механизмы и продавали ход поэтому здесь есть вот этот маркировка бренда который произвел но дело в том что я их когда покупал я не знал что они золотые у них был ремешок ну короче уже такой не оригинальный омеговский такой кожаный ну старый старый грязный я его выбросил вот я думал что это просто кварцевые часы но взял из-за бренда думаю в принципе написано свейцария хороший бренд и я открыл их дома хотел батарейку поменять и блин просто то что я внутри увидел я охренел но не буду их сейчас открывать потому что тут надо очень аккуратно вот но там просто сумасшедший механизм механический без автоподзавода такой с ручным заводом но он просто выглядит я не знаю это часы каких-то старых времен но он просто выглядит как какая-то космическая технология и когда я увидел внутри весь этот корпус я понял что нафиг просто это цельное золото вот ну 799 я посмотрел цены примерно на такие часы от 500 в среднем 800 доходит до 1000 и больше ну в зависимости от дизайна циферблата ну здесь по моему дизайн офигенский короче подумал я о чем если короче вот знаете не чисто для заработка вот у людей есть например какой-то хобби да те же объективы вот я вам говорил я вот сколько объективы собирал я ни одного из них не продал но у меня есть например ну даже секонд-хенде находились есть там парные объективы и например мне хочется какой-то объектив да но я могу тогда просто из своей коллекции тех которых у меня там два или три до продать лишний и за там добавить денег и купить короче какой-то другой которого у меня в коллекции нет так я подумал еще сами такая же херня в принципе даже если мне часы не нужны но я вижу что это что-то хорошее к примеру вот как эти любой человек даже если мы в принципе и часы не интересны но если он увидел золотые часы там за 7 долларов я думаю он бы взял это же блин логика потому что если ты как бы увлекаешься часами то когда ты видишь какую-то нормальную часовую хрен за недорого то просто чисто из часового коллекционного интереса ты как бы покупаешь но можно я подумал как вот просто эти часы да просто когда видишь какие-то хорошие варианты ну именно хорошие не то чтобы там все подряд брать можно купить и потом да когда мне захочется какую-то модель ну вот я сейчас вот такие ношу я вам показывал купил бушные ювелирном магазине с гарантией короче ну не жалею вот цена на них постоянно растет по моему сейчас их уже три пятьсот четыре тысячи на них цена вот я покупал за 2 300 то есть считайте почти в два раза они уже выросли и смысл чем но он на соберу я дать десяток там каких-то часов потом просто когда я захочу например следующую омегу купить но я учился уже присматриваю себе модель такую по классике потому что у меня все часы дайверские чтобы коллекцию разбавить то я просто могу продать какие-то часы из этих которые я насобирал секонд-хенде да за копейки ну и собрать там к примеру там 500 600 баксов и потом добавить просто там еще ну 500 или купить короче часы которые я хочу и как бы по моему вариант вполне реальный в общем чего я начал всю операцию ну здесь на чуть почистить здесь просто это ценник был по моему два доллара короче отдал настоящее дерево ну прямо не сосна не какая-то она тяжелая тяжелая пипец но наверное дешевая цена была вот видите из-за этой то что здесь как-то крышка не прилегает ее можно в принципе восстановить но мне она не надо я взял просто что-то красивое из натуральных материалов чтобы там эту коллекцию закон хендов скую хранить сейчас покажу короче чего вам понаходил ну каких-то супер ценностей тут нету вот но вот видите внутри как тоже сделано и толстое какое дерево какое-то дерево ценное вот это если даже вам не нужна шкатулка можно его просто на маленькой ленточной распустить на эти плашки сделать там накладки на ножи можно сделать какие-то подделки из дерева ну то есть я думаю вообще вложению неплохое дерево нож дорожает с каждым годом то есть никогда не дешевеет вот него больше не становится на планете тем более ценных пород короче вот что я понаходил это в этом году ну я вам некоторые модели уже показывал или на болтовлогах там поездках секонд-хенд или на каких-то других видео некоторые не показывал но это найдены вот за там грубо говоря вот с того момента вот когда я купил эти у меня еще ни одних часов не было и потом вот я в тех поездках что этом записывал ездил я там ну вот в последней поездке я вам говорил я два часов купил это поездка в секонд-хенд 3 я вам там про них раска подождите в прогулка с фильме камерой 2 там я вам рассказывал что взял часы и поездка в секонд-хенд 3 я вам показывал как этот часовой сам отдел выглядит вот то есть ну кому интересно посмотрите просто как там все это устроено и какие там часы то есть там принципе тайне не просто что-то найти потому что их там иногда сотня этих часов висит и все они ну в основном то что нам продают в основном такие часы которые там из волмарта там из фрагмейра ну всякие там типа калвин кляйны хиряйны вот такая всякая гадость больше всего женских конечно детских там сама зона часы на короче все что подряд что-то найти там цена это маленький шанс но если я даже сейчас нашел вот эти часы знаешь шанс есть и надо как бы продолжать этим заниматься но я не знаю это у меня такие мысли может быть видите я не прав напишите сами в комментах чтобы быть в общем самые первые часы я нашел которые я купил я вам показывал вот я уже не помню честно говоря цену друзья ну здесь дороже 10 долларов нету ничего короче ну стоили они тоже от 5 до десятки то может быть 8 может что-то такое короче чем они меня заинтересовали но во первых смотрите они ходят видите стрелка пошла то есть они полностью рабочие сейка автоматик это значит первая причина то что они ходят вторая причина то что они механические третья причина шусейка четвертая причина сделано в японии достаточно интересный циферблат я не знаю как вот эта обработка называется она похожа на такую мелкую короче как ткань как будто бы вот так идут полосы и вот так как мелкая сетка и кроме этого видите такое что-то типа сандюшта и вот вы видите они выглядят то темные то короче светлые смотря под каким углом падает свет голубой цвет циферблата самый популярный насколько я понял на вторичном рынке поэтому как бы с реализацией проблем быть не должно стекло минеральная много царапин ну это уже зависит от вас вы можете их в таком виде как нашли просто продавать как есть без всяких гарантий тогда цена будет дешевле ну или можете их почистить стекло полирнуть корпус нержавейка скорее всего наверно тоже можно полирнуть ну то есть ваше дело мое дело как бы вам просто показать я не думаю что буду там всякими очистками полировками заниматься если только ради удовольствия вот ну я думаю что баксов 40-50 такие часы можно продать вот в этом виде из преимуществ здесь оригинальный браслет сейковский да его почистить надо немного вот потому что хрен его знает сколько им лет они 70-х годов или 60-х нержавеющая сталь модель сделана в джапане водостойкие но самый ключевой момент друзья вообще то есть если бы это просто было все я бы их и не брал но самый ключевой момент вот посмотрите внимательно на нижней надписи здесь написано хайби то есть это достаточно редкий механизм по тем временам и и считался он супер технологичным тем более в таких маленьких габаритах здесь габариты часов но сравните с моими и представьте что проще сделать вот такой механизм или вот такой малюсенький чтобы он был кроме того автоматический хайбит и кроме этого здесь усложнение и день недели и день месяца короче ну то есть полная дата получается здесь накладные все метки с люминофором стрелки подсвечиваются накладная рамка вокруг даты головка не завинчивается вот я не знаю если ручную завод или нет но должен быть по идее стоп секунды по моему нету но это какие времена да вот вы открываете стоп секунды нет по моему здесь как в обычных сейках по моему в одном положении переключается числа в другую сторону дни недели это вообще тоже топ потому что в те времена вот если кто даже ориенты помнит старые не было такого а вот эти вот календари переключались с пушерами их а или один пушер был или 211 недели один на число или бывало один а это переключалось тут ну короче по разному было сделано но я вам скажу что эти часы супер технологичные единственный их не как бы ну все то механика автоподзавод сейка япония нержавейка оригинальный браслет в неплохом состоянии и по длине по моему он достаточно длинный точно даже наверно на мою руку налезет если одеть вот она женщину то по-любому вот смотрите я их могу сам носить короче и еще и хайбит и еще и синий цифр то есть здесь как бы совпали все преимущества этих часов браслет конечно видите старого типа еще такой нелитой вот ну да ну тогда это было нормально по тем стандартам но все как бы четко единственный недостаток вот вообще единственный недостаток это то что они женские конечно были бы мужские они бы стоили совсем других денег вот но тоже как бы по моему вариант неплохой его никогда не подешевеет в цене все такие часы ну сколько бы мне было лет они будут только дорожать поэтому они как и ну как и в целью как бы охоты за какими-то часами имеют ценность ну как как вы это знаете искать вот эти всякие часы ценности в секонд-хенде все равно что типа там за грибами идти или на рыбалку вот но только смысл другой то есть когда ты там ходил целый там месяц да и ничего нету и тут нашел какие-то часы то как бы это ну понятно стоит копейки но все равно какая-то радость есть что все-таки добился корта результата но это как хобби но смысл том что они могут работать и как инвестиционное вложение то есть ты их конечно здесь и золото дорожает и омега она всегда в цене и эти более старые наверняка поэтому это лучше вложения ну их и намного труднее найти а эти как бы найти проще ну вообще это вот именно вот это да да я думаю хай бит это очень редко попадаются вот даже секонд-хенде наверно ну я не знаю вот кто часами занимается напишите сколько у вас хай бит сетки сейки под пропадались вот но смысл том что они в цене никогда не упадут такие часы если они сейчас цены на данный момент если их очень мало в продаже то они с годами будут только дорожать их будет все меньше потому что такие уже никогда производить не будут и понятно вот то есть это ну по всем параметрам топовые часы ну как я считаю мое мнение я вам буду показывать в хронологии как я их находил вторые часы друзья сразу честно скажу оказались неудачным уловом почему потому что фирма для меня незнакомая вот приближу шум было циферблат было видно получше фирма для меня незнакомая ну я посмотрел механика я посмотрел швейцария но конечно по уму было бы знаете их загуглить сразу и понять что это за часы давайте попробуем их вы завести они ходили они то ходят но не ходят видеть чистка нужно вот видите сейчас идут короче по уму конечно было бы знаете как сделать загуглить сразу на телефоне и посмотреть имеют ли они какую ценность или нет но одна проблема не работает ни хрена интернет в этом секонд-хенде и вообще на той плази раньше когда был 4g все нормально работал сейчас когда стал 5g хрен он работает я не знаю почему вот то есть центр города и 5g не работает такое чувство что просто не хватает у них этого ширины канала слишком много подключений вот ну так вообще 5g работает но особо не буду на этом заморачиваться особого преимущества в 5g как бы не заметил короче понятно это все требуется чистка здесь ну часы древние древние да ну в общем я думаю швейцария механика но стоили они тоже там пятерку десятку что такое здесь ни одних дорогих нету я вам показывал есть там и дорогие но как бы я уже боюсь их покупать потому что как десятку потратил в принципе не жалко что это там раз макдональдс ходил а если там уже хотя бы 20 30 то это уже жалко конечно короче нержавейка шок пруф это противоударные антимагнитные то есть как бы по функциональности по всему смыслу часы класс швейцария механика антимагнитные противоударные насчет водостойкости не уверен непонятно стекло не знаю оригинал или нет похоже на пластик ну такие наподобие как на востоке здесь это не трещина это такая царапина идет видно что это не треснуто трещин нету в стекле циферблат конечно состояние плачевное видите но нельзя сказать что она вообще убойная потому что есть циферблаты и хуже очень мне нравится дизайн циферблата ну просто он очень красивый накладные метки серебряные и они видите не просто там ромбики а вот посмотрите на эти вот ромбики они еще как бы видите как такие пирамидки как бы им придана какая-то форма циферблат обычный по ходу крашеный видно здесь был тоже люминофор но он вообще уже стал видеть и такой коричневый он очень старый уже наверняка не работает он уже был стрелках но вот очень крутой дизайн секундной стрелки как вот с такой вот красной стрелой вообще оригинальный очень красивый циферблат вообще собственно ну по тем временам тем более считаю неплохой механизм да но он не какой-то там топовые или сумасшедший он в принципе я так понимаю достаточно стандартный для тех времен 17 камневый инкоблок неплохой вот этот дизайн безеля чем-то напоминает некоторые модели роликов у них вот такое было я не помню турнограф по моему называется то есть был такой безель когда он не весь рифленая вот с такими промежутками здесь на 12 часов видно широкий сделан ну короче все как бы топ но единственная в них проблема здесь еще интересный браслет я думаю он уже естественно не оригинальный но смотрите он какой не знаю как так сделано он растягивается как резиновый но но знаете что самое веселое посмотрите сюда у них каждое звено браслета помечена фирма шпиндель или что-то такое сша и еще и патент то есть это какой-то американский браслет каждое звено вот им не лень вот этим заниматься помечено не знаю как в нём регулировать честно говоря длину настраивать вообще такой первый раз вижу то есть видите как он сделан джиг джиг чёрному внутри за счет чего вот это происходит разжатия не знаю никакой резины не вижу в нем везде видно какой-то металл он короче видите на металлических пружинах блин короче браслет вообще уникальный походу ну он тоже ничего не стоит но блин просто интересно посмотрите какая технология была то хренеть до такого додуматься да но в нем проблема что мне кажется тут были какие-то накладки которых уже нету куда они вот делись здесь наверняка были какие-то вставки потому что видно вот эти щели и что то здесь вывалилась вот короче выпали накладки ну что они разбились муж сгнили непонятно скорее всего были какие-то керамические или фарфоровые вставки ну короче проблема в чем он так не рассказал что эти часы как бы не особо ценные почему-то коллекционеры эту марку не ценят не охотятся за ней ну видите они идут все это время учуя с вами разговариваю они идут особых проблем нету их можно помыть там почистить но смысл том что их особо не продаж я не помню за сколько брал может за десятку ну или за восемь ну они и стоит так где-то 20 там 25 долларов то есть ну пускай будут в принципе как говорится в каждом деле есть как победы так и поражение зато как бы это хороший опыт будете знать что если даже швейцарии старина и красота и с виду все круто но не факт что эти часы стоят каких-то денег тут надо разбираться вот теперь я знаю вот что эти часы не очень так что у нас дальше следующее что купил не помню следующее я по моему купил вот эти часы их тут не так много и одних часов не хватает их не могу найти это были электронные финские часы фирма polar короче вот эти стоили то счет копейки я не помню 5 10 баксов но решил взять из-за чего во-первых состояние неплохое то есть смотрите есть еще защитная пленка но это уже современные часы я не знаю какого они реально года но смотрите задняя крышка еще пленкой заклеена то есть у них может ходили один раз браслет абсолютно не изношен но но это не браслет ремешок но мне очень понравилось качество но здесь по-любому лучше чем вот сейковских я вам показывал ремешках то есть он в два раза толще чем обычный ремешок вот видно здесь два слоя материи в два раза толще посмотрите отверстия проделаны вот такими вот как штучками тоже никакого насеки такого нету прошита здесь здесь вот примеру насеки вообще эти ремешки не очень ну короче мне понравилось качество то есть его конечно это сам бренд не часовой нифига и особой ценности в них нет ну когда берешь руку ты чувствуешь что это не не прям как китайское дерьмо которое вообще дерьмо да понятно что сделано наверно тоже в китае не знаю не тестировал стекло минералка тут или сапфир 5 бар 50 метровый но дизайн блин циферблата топовый и как бы телефон не передают расцветки цвет очень красивый такой розовый благородный короче коралл корпус интересной формы вообще оригинальные часы накладные метки люминофор но это женские понятно в принципе по размеру они могли бы быть и мужскими но это я не думаю что мужчины вы стали в таких ходить короче здесь тоже как вы видите это самая гравировка ну именно видите как хорошо тоже сделано браслет толстый все вот эти штучки ну короче сделано все по уму и очень качественно я не знаю какая их стоимость но я думаю баксов 40 по-любому должны стоить в таком состоянии потому что новые дизели очень дорогие но видите и сам бренд дизеля ну я не уверен что это накладки но сделано но рельефно видите но вот часовые метки точно накладки это сделано рельефно но как металлическая какая-то печать как из олова вылета короче интересный дизайн короче часы вот эти но я взял именно из-за того как бы к ним душа легла вот как берешь их и чувствую что это класс обычно берешь какие-то часы даже с виду торги ну чувствую что дерьмо а здесь не чувствую что дерьмо вот почему они не ходят потому что села батарейкой у меня не было такой батарейки он когда-то еще рассказывал ездил батарейку искать вот я их открывал внутри там механизм по моему ронда какой-то ну точно ронда ну какой точно я не помню швейцарский кварцевый механизм может быть сделанный в китае я не помню честно это было уже давно я купил батарейки на них но я сейчас пока не ставлю почему сейчас попозже вам расскажу батарейку конечно поменяю вот просто куда мне спешить чем раньше поставишь чем раньше она 5 сядет а пока у меня как бы ну кроме как эти часы купить пока времени нету ими заниматься короче вот такие вот вот видите как они вот так выглядят они неплохо очень вообще смотрятся со стороны как следующее что я нашел следующий вот эти два я нашел в один день это было совсем недавно потому что эта идея вообще с часами мне пришла я вам говорю вот совсем недавно вот эти два я нашел в один день короче вот эти я вам не могу к сожалению показать потому что они открыты и их невозможно практически закрыть вручную почему ну здесь хлопушки метод хлопушки также как и здесь то есть это ну на таких часах с малой водостойкостью то есть если там идет сотка метров на дайверских там на всех там везде резьба на всех с меньшей водостойкостью ну не прямо на всех но на большинстве там вот хлопушки сделаны то есть и очень сложно снять очень сложно одеть но здесь я отдел но тоже промучился здесь они настолько большие что я просто ну я бы мог со всей дури давить но я просто боюсь у здесь треснет стекло уж она тоже слишком здоровая короче вот эти стоили пятерку какой-то особой ценности в них нет просто я знаю что армане они более-менее дорогие поэтому как бы и взял там внутри большая батарея как кварцевый механизм тоже ронда но по моему здесь получше механизм тоже ронда короче ремешок натуральная кожа какой-то итальянский но я думаю что это оригинал но я не могу быть уверен но я думаю оригинал потому что я сравнивал с фотками с интернете разницы не вижу в принципе за 5 баксов не важно все равно даже если не оригинал он все равно дороже стоит но у меня 99 процентов что это как бы оригинал в общем ну как ценности особо нет но тоже я вам говорю что если как бы целью продажи в будущем брать они не подорожают но они стоят но все равно баксов 40 50 таком состоянии состояние класс единственное тоже надо поменять только батарейку и вот я их открыл чтобы посмотреть какая модель батарейки тоже у меня такой нету я его вытащил ну закажу потом сделал фотку и но это мужские вот кожа в хорошем состоянии то есть нету конкретно трещин ничего такого она просто как бы помятая ну то есть я думаю носили недорого недолго циферблат тоже неплохой видите разные виды санбюрса тут то есть тут такой идет тут такой метки не знаю ну похоже на накладные но сложно тоже так сказать ну качество хорошее ну как хорошая ну дерьмо ну эти часы как бы я говорю если цена разумная можно продать поэтому взял ну за пятерку ладно хрен с ними и в тот же день нашел вот эти часы эти конечно тоже не топ но именно вот эта модель именно вот это она достаточно дорогая здесь ну во первых топовое состояние то же самое задняя крышка еще с пленкой производства япония водостойкость 100 метров очень красивый синие фиолетовый синий фиолетовый цифер но редкий очень цвет чем-то на ролике напоминает который вот я вам показывал только там он светлее здесь он и смотрите как сэр санбюрс хорошо работает все накладные метки позолоченные citizen и к драйв мне вообще не нравится но есть поклонники свои но состояние идеал то есть еще есть пленка то есть явно их носили мало именно такая модель она дорогая то есть вот это японская вот со всеми этими застежками массивными браслет ну понятно есть небольшие ценную состояние очень хорошая тоже они в этом же районе что или не помню 5 10 баксов но я даже не запоминаю цены эти ценники не ставлю потому что я просто знаю ну больше десятки не брал и хрен с ними округляю всех до 10 долларов вот ну то есть как бы по моему вариант тоже нормальный потому что если сильно париться то их можно в принципе за сотку кому-то впарить но если так не сильно напрягаться то я думаю ну за 50 реально на каких-то там аукционах сайтах часовых продать вот ну естественно здесь они даже работают из них возможно еще и никогда не меняли батарейку что скорее всего все работает стрелки переводится дата переводится она здесь же не меняется батарейка тучи он бред говорю это же эко драйв они в принципе должны все время работать короче даже и батарейку не надо менять они ходят короче и правильно причем но тоже неплохая покупка я думаю за эти деньги и последние это вот я нашел на днях тоже что-то они там за пятерку но блин понравился мне супер дизайн и состояние короче это citizen кварцевые но они на видео выглядят не очень но состояние вообще топ практически как новые тоже с пленкой сзади ну как бы особо если я вижу даже хорошие часы но если состояние мне не нравится я их не беру я вам уже про это говорит во первых сделаны и японии во вторых вот это видите пленка еще не содрано это на ней просто была какая-то наклейка бумажная может быть сына или с моделью и вот эта наклейка видите она деградировала ну вот смотрите то есть если бы их долго носили вот этот ремешок он бы был здесь хотя бы грязный а он даже не грязный нигде citizen 18 имеется ввиду здесь расстояние натуральная кожа плюс японская сборка посмотрите какая кожа хорошая качественная такой мягкий красивый ремешок приятный ну то есть как бы тоже легла к ним душа я цену вообще на эти еще не узнавал но я думаю по-любому дороже там 10 баксов они стоят но я думаю что вообще ближе к полтиннику они должны стоить потому что они очень красивы ну как если так рассматривать вроде ничего особенного но я говорю они выглядят в реальности очень красиво вот здесь очень очень мелкая резьба что кажется что она гладкая но видите не резьба насечка мелкая мелкая насечка видите по кругу идет дата у тут japan модель называется citizen кварт сапфир с оригинальным таким логотипом ну то есть какая-то лакшери линейка ситизона для женщин вот мне честно говоря понравились необычные не часто такие попадаются но это в принципе все друзья больше никаких находок нету вот конечно коробка видите мелковато для них оказалось я не думал что их так много накопится надо что-то другое потому что они там видите все лежат и друг друга царапают или надо их в отдельные пакеты класть ну то есть по сути дела если уже счет найду же и класть некуда вот а если и у так он болтать то они вообще еще и царапаться будут вот ну короче друзья это я в этом видео хотел просто поделиться с вами своей идеей то есть это не где знаете бизнеса или заработка еще раз повторяю а это идея просто для того чтобы ты мог часть расходов на свои хобби окупить за счет самого же хобби то есть во всех хобби это присутствует например там коллекционеры монет они там купили монеты продали до купили какие-то другие то есть у них коллекция как бы ротирует и здесь тоже самое ты какие-то часы купил за недорого в этом тебе помог как бы твой кали ну этот часовой профессионализм выбрать нужную модель потому что я вам скажу не так уж просто там и сотни часов дерьмовых найти а блин я вам забыл еще одну модель показать сейчас вообще с головы вылетела секунду вот друзья но это вот о чем просто я почему про них вспомнил когда я вам сказал что для того чтобы как бы этим заниматься тоже надо иметь скилл разбираться как бы в часах механизмах производителях во всей херне вот этих часов существуют миллионы видов и я вам скажу я видел часы которые стоят больше 100 баксов и я их не купил просто потому что я не шарил я потом узнал про эти часы почитал короче я видел сейки механические с микки маусом где у него там руки двигаются и там именно на циферблате было тоже сейка написано состояние было не очень не купил но я потом узнал что они даже в херовом состоянии по сутки спокойно продаются в идеальном вообще дорого стоит ну короче но это постепенно все со временем придет короче купил я вот этот набор он 7 долларов был вот здесь так оно и было содрано видимо что цена была и они и оторвали не знаю зачем короче дисней блин я не помню не охота сейчас этим заморачиваться я не помню какой год короче здесь все в комплекте здесь даже была еще лента я не знаю куда она делась ее блин она потерялась что ли здесь коробка видите тоже немного расклеилась здесь все видите еще девственно инструкция внутри здесь все блин короче еще где-то лента было ее где-то посел короче найдется наверно дома где-то валяется не знаю как вот это было приклеено как-то вот так ну ладно короче это разберемся короче такая что была красная лента вот так она надевается просто ее снял и где-то валяется короче но здесь тоже как бы супер ценности нету но здесь особая ценность что это сейка часы тоже хоть здесь не написано сейка но они тоже сейки но они не стоят космических денег но по-любому больше 7 долларов потому что они достаточно древние вот и здесь кроме этого видите она все в оригинальной комплектации не тронута в коробке то есть вот как она продавалась и так понял и кто-то купил и она просто 20 лет где-то провалялась вот сейковские часы я так думаю кварцевый цифер очень красивый то есть он так выглядит нет но он такой как перламутровый короче под сделан под перламутров и вот такая это игрушка для елки здесь прилагается в коллекции как короче это какое-то коллекционная типа но они у них все коллекционные там лимитированные но ключевой момент чем я могу хочу сказать что таких часов миллиард миллиард и маленькая тележка вы каждый раз когда пойдете в секонд-хенд вы их увидите но не все из них имеют ценность многие из них вообще ничего не стоит там как они все конхенде доллар стоит так они стоят собственно у коллекционеров но некоторые модели супер дорогие вот это она ценится но она не какая-то хайповая на ну может стоить там по максимуму если вы выгодно продадите сотку за весь набор вот но долго продавать надо будет если так быстро продать наверно 50 баксов вот ну тоже это самое как вариант в общем чё я вам не до рассказал то есть по итогу как я вам говорю это никакой не бизнес да и это просто как хобби развивать свои как бы часовые скиллы но в то же время но пока она мне интересно потому что вы сами знаете сколько у меня много всяких хобби и как бы к ним ко всем пропадает со временем интерес также как там к ножам пропал к оружию пропал вот но к объективам у меня не пропадает я сейчас продолжаю искать и покупать объективы просто я видео не записываю несколько объективов я нашел ну в этом году плюс один вариант купил cb который давно искал тоже я считаю что дешево потому что он там пять десять лет назад стоил дороже чем я его сейчас купил вот ну как участвовал в аукционе со ставками выиграл вот ну по фото я пока не планирую ближайшее время ничего делать чисто по той причине что сложно концентрироваться одновременно на нескольких тематиках но и но и времени не хватает на все я тут едва нахожу видите свой обеденный перерыв должен тратить на вот эти вот видео так она все хочу просто красиво положить эту фотку как-то сделать на достатку чтобы было видно что тут много сокровищ еще больше их сейчас поцарапаю вот так вроде неплохо да вот все в общем человек так и недорассказал да если ну напишите свое мнение вообще по всей этой идее потому что я как по-честному с вами делюсь до суть всякими своими идеями ну мне не жалко да у меня идея появилась ну если кому нравится берите используйте но я вам сразу говорю что это не так просто надо как бы шарить надо как бы во первых и бренды все знать короче из того что я не купила ему честно говорю я видел викторинок все видел монтбланк но причина викторинокс и не купил потому что у него была разбита ну то есть на некоторых часах механических бывает задняя крышка я вам показывал такого типа часы она бывает тоже сапфировая и чтобы видеть механизмы там у них было все неплохое состояние они по-любому были оригинальные ну на мой взгляд но задняя крышка была с трещиной она возможно и не текла но я отказался потому что хрен его знает если там была трещина то непонятно может их уронили они уже не точно ходят или типа того короче я не взял их они 50 баксов были а вообще они стоили тысячу я смотрел на ebay ну этот не жили вот ну не взял не взял то есть интуиция мне подсказала что не нужны они мне париться с этой крышкой как я менять будут треснутые как-то совесть не позволяет кому-то продавать вот короче не взял я их ну по если бы у меня понимаете цель была там прибыли да то может быть и взял бы но у меня как бы основная цель это как бы хобби и удовольствие потом видел монблан почему я их не взял потому что я не был уверен понимаете что это оригинала если у тебя есть хоть какие-то сомнения что оригинал то как бы не берите то есть они все сделаны качественной похоже но я никогда монбланк в руки не держал с их ними моделями незнаком поэтому я не рисковал хотя они стоили по моему сотку но их сразу там купили похоже и стоили я видел 1200 но как я вам говорю тоже если они уверены не буду брать и терять как бы деньги риск но и тем более как монбланк мне сам бренд нравится но он мне нравится по аксессуарам вот очки я много лет ношу мне очень нравится монбланк итальянские качества топ ну и он их уже показывал вот они сами прости по моему 250 баксов по страховке покупал вот это их кот уже погрыз вот это вот он их сразу погрыз как я купил но они в идеальном состоянии даже он говорю у меня были найки титановые там за 400 долларов даже титановые найки как бы ну вообще и близко не лежали вот качеством монбланк я кошелек хотел купить монбланк ну их просто сложно купить то есть когда достойная модель ее просто быстро раскупают хоть они стоят там по 300 по 400 долларов поэтому я не купил ну может еще куплю в будущем кто его знает у меня кошелек недорогой показать 25 по моему брал я вам показывал вот джон варватас короче да на чем я остановился ну и один раз я видел морисы лакрок женские тоже с ними не было проблем они короче и оригинально выглядели то есть они были ну такие как в более старые наподобие у тех вальтер шоу вам показывал они короче были более старые механика ну я тоже незнаком видите с этим брендом плюс они женские плюс они стоили по моему 79 у них оценены были по факту они начинались где-то с 500 до 700 в продаже ну то есть как я делал я языки до часы не беру я просто или фотку делали запоминал модели потом дома приходил пробивал по интернету что там про них говорят ну то есть принципе морис лакроикс можно было бы взять но я видите еще считаю что у меня уровень не настолько дорос чтобы я занимался такими дорогими вот этими швейцарскими часами понимаете то есть мне надо пока потренироваться вот на всякой дешевке там citizen и сейки японские как бы вот эти вот но у меня вот в приоритете то есть я вам говорил это сейки старые хайбиты мега кварц и гранд кварц там какой то есть супер кварц вот они как бы с виду не никак не смотрятся с стоят копейки в секонд-хенде а могут оказаться очень ценными там и по 500 и по 1000 долларов могут стоить секонд-хенде они их оценяют примерно то есть они наверно гуглят их по смотрят почем продают где-то делят там на два на три самую минимальную цену и выставляют вот но они конкретно не ищут такую-то модель понимаете а сейка обычные кварцевые они могут там 30 40 долларов новые стоит а старые какие-то редкие они могут и 1500 стоит поэтому как бы ну у меня в основном вот на такие модели упор но со временем когда у меня там если я это не заброшу скилл разовьется может быть да я буду там уже искать какие-то знаете там ролик сами где там по теке вот такую всю фигню я в принципе знаю еще магазы секонд-хендовский 10 часы но я там даже ни разу не был вот если поехать туда еще там посмотреть вот то в принципе может быть но пока у меня главная задача это подкопить я вам горел на омегу акватеру 39 миллиметров я присмотрел бушную модель по подходящей цене ну очень подходящий то есть они в два раза дешевле этих но они получаются примерно в таком же размере на два миллиметра меньше но там модель по классике но тоже си мастер то есть вот это си мастер это си мастер короче нашел где продаются вроде бы меня состояние устраивает там даже какие-то документы есть и вот ну сейчас после работы уже чуть-чуть осталось заеду буквально ну там на 10-15 минут секонд гляну муж какие-то часы подвезли в общем ставьте лайки пишите коммент очень нужны ваши отзывы и да благоволит к вам господь пока пока с вами был vision влог увидимся на канале всего наилучшего